У нас с вами фирма «Голубой огонек» является единственным покупателем газа в стране «А» и единственным продавцом газа в стране «Б». То есть она покупает в стране «А», у нас «Голубой огонек» и продает в страну «Б». Так, что дальше написано? Спрос на газ в стране «Б» задан функцией. Значит, обратная функция спроса «Б» от 50-5х «Б». Дальше. Однако обязательным условием для этого является предоставление… Ой, нет, рано. И страна «А» поставляет газ по цене 10 долларов за единицу. Что это означает? Страна «А» поставляет газ по цене 10 долларов за единицу в «Голубой огоньку». То есть «Голубой огонек» покупает газ у страны «А», значит, а 10 – это средние постоянные издержки. Правильно? Ну, то есть средние издержки, да, которые будут постоянными, значит, они будут равны предельным издержкам нашего «Голубого огонька». Предельные издержки равны средним издержкам, равны, сколько там, 10. Вот. Дальше. Все. Найти равновесный объем продаж газа в стране «Б», проиллюстрировать решение графически, отметить на графике размер общественной квартиры от монопольной власти, рассчитать его величину. Первое задание – это вообще повторение просто обычной монополии. Да, мы записываем задачу максимизации прибыли монополиста. Да, что у нас будет? Поскольку «Голубой огонек» – это единственная фирма, да, которая есть, да, поэтому она контролирует спрос, да, то есть вместо цены константы мы пишем обратную функцию спроса на ее товар, то есть 50 минус 5х. Умножаем на количество, у нас получается общая выручка, вычитаем издержки. Общие издержки чему будут равны? 10х. 10х, конечно. Вот, это мы все будем максимизировать, выбирая х, не отрицательный, да, сколько продавать. В слове первого порядка. Предельная выручка равна предельным издержкам. Для линейной функции спроса мы знаем, что мр, да, предельная выручка, наклон ее в два раза круче, ну, или можете взять производную. Давайте еще раз, мр равно mc. Вот у нас обратная функция спроса, да, и получается, что там просто мр будет 50 минус 10х, да, в два раза круче наклон. Вот, это равно 10. Отсюда получается, что х со звездой будет равен чему? Так, там 4, да. Вот, столько монополиза думал продать. Тогда какую цену назначит? Максимальную готовность платить за свою продукцию. То есть цену равновесную мы, как находим, подставляем в обратную функцию спроса по определению. Это максимальная готовность платить за продукт. Да, 50 минус 5 на 4, 30. Все, супер. Рисуем это все на графике. Тут у нас выпуск. Тут все, что измеряется в денежных единицах. Обратную функцию спроса. Если х равен 0, то цена максимальная 50. Да, и наоборот. Так, тут 50. А здесь будет 10, да. Если цена равна 0, х максимальная 10. Вот, МР, предельная выручка проходит в 2 раза круче. Подписываем МР. Предельные сдержки. МС у нас 10 константа. На уровне 10 проводим линию. Вот, все, пересекли МРСМЦ. Отметили, да, что выпуск у нас 4 равновесный. Подставили этот выпуск в обратную функцию спроса. Отметили, что цена монополиста 30. Мы знаем, что идеальная ситуация, когда нет общественных потерь, это ситуация совершенной конкуренции. При совершенной конкуренции, давайте другим цветом, при совершенной конкуренции у нас бы была цена равна предельным издержкам, да, то есть была бы равна 10. Вот, да, то есть вот это равновесие, вот здесь, да, это совершенно конкурентное равновесие. Как посчитать, да, почему будет равен выпуск? Ну, при 10, да, сколько будут покупать? 10 равно 50 минус 5xb, сколько получается? 8, да? Да. Вот, и смотрим, да, то, что когда у нас рынок монополизирован, получается, что производим мы меньше, да, то есть вместо 8, 4, вот, и продаем по более высокой цене, да, от этого у нас потребители страдают. Вот, поэтому вон они наши общественные потери. Давайте в красную выделю, вот она, ДВЛ-ка. Вот, ну, это просто площадь треугольника, да, можно посчитать. 4 на 20, сколько? И разделить на 2. 40. Все, первый пункт, так. Первый пункт сделали. Я сейчас, прямо сейчас это все удалю. Вот. Поэтому, если, как только у меня заканчивается экран, вы, там, кто не успел дописать, сразу же мне говорите, чтобы я ее не удалю, потому что я сейчас прямо удалю все безвозвратно. Вот. Продолжаем. Значит, следующий, следующий пункт, да, уже поинтереснее, да, уже начинается дискриминация. То, пожалуйста, да, запомнили с вами пункт Б. Голубой огонек получает возможность экспортировать газ в страну В. Да, это следующая страна в стране В. Спрос на него задана функция, вот обратная функция спроса в стране В. 100 минус 5х, ну, хв. Так. Однако, обязательным условием для этого является предоставление промежуточной республики. Транзит газа идет через ее территорию. Право свободно покупать и продавать газ как в В, так и в В. Так. Какой объем газа и по какой цене голубой огонек продает в описанных условиях? Нужно прорегистрировать ваше решение графически. Так, ну, здесь какая проблема? Да, у нас есть, еще раз, да, есть страна В, в которой обратная функция спроса, там, 50 минус 5хв, вот. И есть страна В. И мы видим с вами, что функции спроса, да, обратные функции спроса, они разные. Так, что-то некрасиво. Вот. Да, они разные. Вот в стране В хотят купить побольше, да, ну, точнее, каждую там единицу по более высокой цене. Вот. В стране В поменьше. Вот. И нам бы очень хотелось, да, потому что мы можем, можем, можем различить эти страны, куда мы экспортируем газ, и мы монополисты. Мы очень хотим провести дискриминацию какого типа? Что мы хотим сделать? Первого типа? Нет, первого мы не можем провести. Тут мы каждую единицу, мы не можем по своей какой-то цене продать. Нет, да, здесь там задание не про какие-то тарифы. Какой объем газа и какой цене. Это дискриминация третьего типа, когда, помните, там студентам и остальным людям по разным ценам просто, да, один и тот же товар продают. Мы очень хотим это сделать, но что нам мешает? В чем идея этой задачи? Можем ли мы продавать по разным ценам в стране В и В? Так, ну очевидно, что здесь есть и сдержки в виде пошлин, которые промежуточная республика берет за транзит газа. Ну вот промежуточная республика никакую пошлин не берет, просто через нее идет газ, и промежуточная республика может тоже продавать и покупать, да? Вот, да, и то есть в чем у нас проблема, да, из-за этой промежуточной республики, да, если мы будем продавать по разным ценам, что будет промежуточная республика делать? А, то есть она сможет как участник рынка, то есть она нарушает нашу монополию? Она будет заниматься, как это называется, перепродажей, да, 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 то есть здесь вот есть возможность арбитража, да, то есть там, где подешевле она будет покупать, вот, да, там, где подороже, туда она будет продавать, вот, и мы не получим, то есть нашу прибыль, которую мы задумали, вот, поэтому дискриминация третьего типа из-за наличия промежуточной республики невозможна. Следовательно, напишем невозможна, дискриминация третьего типа. Вот, так, а, соответственно, нам придется подавать по единой цене, следовательно, единая цена. Вот, ну, все, тогда придется искать, да, ну, то есть как мы будем максимизировать прибыль, да, назначая там какую-то общую цену, вот, что нам для этого нужно делать? Нам нужно снова максимизировать прибыль, но обратная функция спроса должна быть общего спроса, то есть перед этим нам нужно найти с вами общий спрос. Общий спрос придется искать, да, сначала выразим спрос. Б, почему он равен 100 минус ПВ, ну, 100 минус П, да, потому что у нас единая цена на 5. Спрос в стране Б, сколько хотят купить? 50 минус П на 5. Вот, и тогда, как найти общий спрос, нужно сложить спрос из двух наших стран. Да, и что у нас здесь получается? Нам нужно найти максимальные цены, да, чтобы понимать то, что при разных ценах у нас будет разное количество стран, да, предъявлять спрос. Здесь максимальная цена 100, да, по которой готовы купить, а здесь максимальная цена, при которой готовы покупать 50, да, то есть получается, когда мы будем искать общий спрос, да, и просто складывать, да, будет кусочная функция, да, то есть общий спрос будет 0, если цена выше 100, согласны? Дальше, дальше спрос будет предъявлять только страна В, то есть будет 100 минус П на 5, если цена от 50 до 100, вот, и они обе будут предъявлять спрос, это будет 150 минус 2П на 5, если цена принадлежит от 0 до 50, вот, такие дела. Да, и, соответственно, да, после этого, после того, как мы нашли общий спрос, нам нужно выразить обратную функцию спроса, ну, хотя, ну, сейчас подумаю. Ну, ладно, давайте обратно выразим, тогда давайте скажем, что пусть мы будем работать на участке, где обе стороны предъявляют спрос, тогда пусть цена у нас будет принадлежать от 0 до 50, мы потом просто это проверим. Тогда обратная функция спроса будет равна чему? Так, 5 и 150 минус 5х разделить на 2. Вы меня тоже проверяйте, пожалуйста. Вот, правильно, да, я выразила? 150 минус 5х разделить на 2, да, правильно. Вот. Ну, дальше. Тогда прибыль монополиста. Это его обратная функция спроса, то есть максимально готовность платить всех тех, кто предъявляет спрос. Умножаем на выпуск, вычитаем издержки, издержки те же самые. И это мы будем все максимизировать, выбирая выпуск неотрицательный. Вот, ну, хорошо. Все, тогда давайте вот так вот сделаем. Давайте условия первого порядка. МР равно МС. Там 150 минус 10х на 2. МР в 2 раза круче наклон должно быть равно 10. Отсюда что получается? 150 минус 10х равно 20. Так. И х равен 13. Вот. Тогда цена, которую… Вот столько наш монополист будет всего продавать газа. По какой цене подставляем в нашу обратную функцию общего спроса? Там у нас 150 минус 5 умножить на 13, на 2. Посчитаем. 5 умножить на 13, на 2. 42,5. По такой цене проверяем, что цена действительно меньше 50. Все хорошо. Мы на том участке работаем. Вот. И, ну, можно там сразу посчитать прибыль, например. Вот. И еще можно сказать, сколько будет по такой цене покупать в каждой из стран. У нас это не спрашивают, но как это сделать? Да, вот она равновесная цена, вот она равновесный общий выпуск. Вот при такой равновесной цене, да, можно подставить эту цену и посмотреть, чему будет равно xv, да, там, от пояса звездой, и xb. Насколько каждая страна будет по такой цене покупать. Вот. Также мы можем посчитать прибыль. В этом случае прибыль нашего монополиста. Чему она будет равна. По такой цене он продает 13. И вычитаем издержки. 10 умножить на 13. То есть просто на 32,5 умножить на 13. 42,5. Вот. Это тоже напомнили. Это у нас был пункт А. Пункт Б. Пункт Б. Вот. Все, дальше. Пункт В. А, там еще графический надо было. Ну, ладно, там не очень интересно. Да, просто сложили спросы, да, мы это с вами делали. Вот. И там нарисовали МР, да, от общего спроса пересекли с МЦ. Да, и А. Все. Да, нашли цену и общий выпуск. Пункт В. Глубой огонек рассматривает проект строительства газопровода. Или газопровода, как правильно. Вот. Который позволит поставлять газ в страну В в обход промежуточной республики. Найти максимальную стоимость строительства, при которой газопровод будет построен. Здесь у нас что-то, здесь вот какая ситуация, газопровод. Почему нам это может быть выгодно? Скажите мне. Мы сможем применить дискриминацию? Конечно, да. Мы просто, если у нас будет газопровод в обход этой промежуточной республики, то арбитраж перестанет быть возможен, да, и все. Вот. Мы будем применять дискриминацию. Тогда у нас будет отдельно цена для страны В и отдельно цена для страны В. Вот. И их мы будем находить. Ну, это тоже очень легко все. Давайте. Прибыль монополиста. Чему тогда будет равна? Ну, я могу, на самом деле, наоборот, нужно в общем виде записать. Можно сразу писать. Да, обратная функция спроса страны В. 50 минус 5хВ. Умножить на то, сколько мы в страну продаем. Плюс выручка, да, от продажи в стране ВС. То минус 5хВ умножить на хВ. И вычитаем издержки. Минус 10 на хВ плюс хВ. Да, это вот сколько мы тратим на производство. Это мы будем максимировать. Обратите внимание, выбирая, сколько мы будем продавать в каждые страны. Да, то есть у нас максимизация функций двух переменных. Неотрицательные. Ну, и здесь мы видим, да, с вами, когда будем брать две частные производные, да, здесь видно сразу это условие. Предельная выручка, да, со стороны В должна быть равна общим предельным издержкам. Вот, и предельная выручка от продаж в стране В должна быть равна общим предельным издержкам. Но это тоже можно посчитать. Посчитать давайте не МР, а вот сделаем, возьмем производную по хВ. приравняем к нулю. 50 минус 10 хВ минус 10 равно нулю. Частные производные по продажам в стране В. Это там сколько? 100, да? 100 минус 10 хВ минус 10 равна нулю. Вот, это должно выполняться одновременно. Отсюда мы находим продажи, да, в страну В мы будем поставлять 4, как и раньше поставляли. В страну В будем поставлять 9. Цена в стране В назначена. Там какая у нас была? Давайте посмотрим. Вот цена, цена где она? Старая. А, я удалила, да? Какая там цена была? Ну ладно. 4, 30, да? Вот. Цена в стране В сколько получается? 100 минус 45, 55. Вот. Да, и обратите внимание, да, вот в стране В в стране В да, а спрос поменьше, значит, мы будем продавать поменьше по более низкой цене. вот, а спрос в стране В он побольше, поэтому мы им побольше продаем по более высокой цене, да, то есть вот мы захотели сделать разные цены, значит, нам это было выгодно. Давайте посчитаем количественно. прибыль значит, прибыль в этом пункте, в пункте В будет равна. Значит, 4 мы продаем по цене 30 плюс 9 единиц газа мы продаем по цене 55 и вычитаем издержки. 10 на 4 плюс 9 и еще вычитаем вот эти издержки на строительство газопровода. Давайте их как-нибудь обозначим, да, типа там, Т. Вот. все, надо считать. 4 на 30 плюс 9 на 55 минус 10 на 13 618 минус 10 вот, да, и то есть когда нам будет выгодно строить газопровод? Выгодно, когда мы получаем побольше бабок себе, правильно, да, то есть прибыль вот при строительстве газопровода должна быть больше, ну, по крайней мере, не меньше, чем прибыль, если мы его не строим. Если мы его не строим, мы с вами помним, да, там прибыль была 422 с половиной. Вот. Да, то есть говорим, выгодно, если прибыль в пункте В меньше либо равна прибыли в пункте В. И все, и считаем. То есть 422 с половиной должно быть меньше либо равно, чем 600 18 минус вот эти вот издержки на строительство газопровода. Да, то есть строительство газопровода должно стоить не больше, 195 с половиной. А максимальная стоимость строительства, при которой газопровод будет построен, вот этот ответ. Так, что я не так посчитал, или все правильно? 618, да. Да, все хорошо. Вот он ответ на этот пункт. Пожалуйста, по этой задаче вопросы. Да, она такая была разминочная, да, мы вспомнили вообще, да, задачки на монополию, вот, на самом деле по-хорошему нужно еще проверять слои второго порядка, да, обязательно. Зачем? Да, чтобы проверять, мы нашли общий максимум или минимум. но здесь видно, да, то, что MR у нас предельная выручка у нас убывающая функция, предельные издержки не убывающие функции, и это, как раз, таким образом, можно проверить слои второго порядка. Будем считать, что я это сделала сейчас устно. Так, пожалуйста, вопросы. Если сойдет, то все, продолжаем дальше. Вторую задачу. Монополист производит дискретный товар с постоянными предельными издержками, равными 3. Записываем дано. Предельные издержки постоянные и равные 3. Далее. Спрос на данный товар представлен в таблице. Здесь, смотрите, дискретный товар значит, нам не дает функцию спроса, нам дает табличку. Здесь, причем в табличке как раз есть максимальная цена, которую готова заплатить потребителя. Оно и есть, это обратная функция спроса. Значит, тут у нас номер по порядку. За первую единицу, вторую единицу, третью единицу, четвертую единицу, пятую единицу. Максимальная готовность платить, вы на минус 2 пей. За эти единицы потребитель А и потребитель Б. на нашей таблице будем записывать. Потребитель А за первую готов заплатить 12, потребитель Б. 8, за эту 5, за этот 6, 4, 2, 2, 0, 0, 0, 0. Ну, хорошо. Мы такое с Вами записывали, да, но без чисел, поэтому тоже надо вспомнить. Будем считать, что в экономике только один потребитель типа А и один потребитель типа Б. Перепродажа товара невозможна, да, то есть не могут друг другу продавать, а поэтому мы можем проводить дискриминацию. Вот, да, поскольку перепродажа товара невозможна. надо найти равновесную цену выпуска прибыли монополия если она обслуживает всех по единой цене равновесную цену выпуска прибыли монополия если единая цена но это не дискриминирующий монополист что он будет делать по какой цене и сколько будет продавать как это посчитать с вами как обычно да из чего всегда начинали задача максимизации прибыли здесь у нас нет функций данники функции нету вот тогда и чё надо делать как такое решать скажите мне но тоже надо смотреть где самая большая прибыль как посмотреть самой высокой цене проверить по самой высокой цене мало купят такая проблема нужно просто перебрать все варианты посчитать во всех вариантах прибыль и выбрать самую большую вот давайте варианты если цена 12 то по такой цене сколько купят давайте тоже такую табличку сделаем на цена 12 будет количество кум вот и прибыль если цена 12 за такую цену сколько купят и кто купит подсказывать только потребителя только потребителя и сколько единиц 1 за такой цен готов купить только одну единицу то есть количество будет 1 прибыль тогда будет у нас 12 на 1 на эту единицу надо произвести минус 3 умножить на 1 на у нас постоянно предельная тишка прибыль 9 вот дальше если цена снижаем цену если цена 8 то за такую цену сколько купят 2 купят 1 единицу и 1 единица индивид б согласно да тогда все вместе не купит 2 тогда прибыль будет выручка 8 0 на 2 16 минус издержки минус 6 издержки минус 6 2 единицы нужно произвести 10 дальше еще снижаем цену следующий у нас вариант 6 до цену поставить если цена будет равна 6 на то по такой цене сколько сколько кто купит скажите потребители все хорошо тогда все вместе не купит 3 до прибыль будет 18 минус издержки на 3 единицы минус 9 на то есть 9 уже будет вот если цена 5 то купит 4 видно да и там прибыль будет 20 минус 4 умножить на 3 минус 12 уже 8 и там будет снижаться да и там дальше все можно дописать потому что если цена 4 до то прибыль будет так выручка будет такая же издержки выше уже если цена на едва это вообще ниже наших издержек производства такой цен не установим да то есть вот он наш вариант вот она максимальная наша прибыль 10 значит вот она равновесная цена в этом пункте 8 и вот такое количество мы будем продавать вот все обвели и двигаемся дальше пункт б пункте б смотрите что нам предлагают сделать предположим монополия продает товар пакетами по долларов за x единиц товара пакет набор вот там даже вам там с восклицательным знаком указана цена за все x единиц они за каждую вот да это важно ну то есть подарочный набор вот там не сказано сколько каждый там каждая баночка крема стоит а вот сказано сколько весь этот набор стоит нам нужно найти оптимальную цену и сколько там будет в этом наборе лежать единиц товара считаю что и покупателям типа а и покупателям типа б предлагаются одинаковые пакеты по одной и той же цене вот если одинаковый пакет ну какие варианты да то снова нужно все перебирать давайте если если пакете будет лежать одна единица товара какие у нас есть варианты какую цену за такой пакет назначить ну можно сказать что такой пакет которым лежит одна единица товара стоит 12 тогда его купят только а правильно и тогда прибыль мы получим какое 12 минус пакете лежит одна единица товара минус 3 то же самое 9 а можно за такой пакет назначить цену восемь будет ним лежать ныне и тогда купит оба и а и б да и а такой пакет и прибыль будет 16 минус 6 10 но это мы с вами уже знаем вот интереснее дальше так щас и тут сутру вот интереснее дальше а если у нас пакете лежит две единицы товара какую цену вы назначите говорите мы начинать мы можем с 6 только 6 долларов за пакет то есть нет какой какие 6 долларов за пакет это очень мало еще раз цена пакета пакета 12 цена пакета в пакете лежит 2 единицы продукции мы говорим называем цену не за как не за каждую штучку который там лежит а за весь пакет за весь набор мы можем себе позволить содрать всю готовность платить наших покупателей что у нас написано в табличке вот для про индивида а например он за первую единицу товара готов заплатить 12 вот когда он ее купил за вторую которую он будет приобретать он готов заплатить 5 за третью 4 то есть если у нас в пакете лежит две единицы товара сколько какую цену назначить потребителю а мы можем назначить цену 17 долларов 17 ведь мы собираем готовность платить 17 тогда купит только а тогда прибыль у нас будет какая 17 минус издержки да в нем в этом пакете лежит две единицы их нужно произвести значит издержки 6 11 вот а можем за такой пакет назначить цену какой второй вариант 14 долларов 14 да то есть вот максимально готовность платить индивида b тогда только индивид b точнее тогда и а и b купят тогда прибыль будет какая мы продадим два пакета выручек у нас будет 28 но нужно в каждом пакете лежит по две единицы значит нам нужно с вами сколько 3 минус 12 минус 12 16 но уже ведь поприятнее прибыль стала да побольше растет так ну хорошо если будет пакете лежать три единицы цена какая будет ну тоже сдираем там 12 плюс 5 плюс 4 21 тогда купит только а тогда прибыль будет 21 минус 9 и она будет равна 12 вот а если мы весь излишек соберем с индивида b нам там видно то что будет невыгодно назначить цену 16 тогда купит оба и тогда прибыль будет равна 16 на 2 это 32 минус 6 6 6 6 3 18 14 но если наборе будет 4 единицы то смотрите до последней единицы нам абсолютно невыгодно потому что за нее за ее производство за ее производством нам отдадим 3 до издержки вот а получим за эту четвертую единицу всего лишь два да поэтому четвертый вариант я уже даже не пишу обводим самый лучший прибыль самая большая какая получилась 16 правильно вот значит вот наш пакет будем пакете будет лежать две единицы товара по и продаем по цене 14 этот пакет этот набор вот это тоже запомнили но это не тоже до двигаемся дальше пункт в пункт в нам разрешает продавать разные наборы разным нашим покупателям потребителю каждого типа свой индивидуальный пакет потребителю типа а за по доллару предназначалась бы x а единис товар потребителю типов b x по единис товара за по доллару то есть индивидуальные пакеты обратите внимание поскольку у нас предельные издержки постоянные нам не нужно рассматривать функцию общих издержек поэтому мы можем выбрать сначала пакет для индивида b потом пакет для индивида b посчитать да там самый лучший вариант и потом сложить прибыли до с двух этих товарищей ну там с а и b но да поэтому давайте начнем индивидуал а мы что продадим значит опять цена сколько пакете и прибыль мы можем 1 единицу продавать за 12 до прибыль будет какая 9 да мы можем 2 единицы продавать сколько сделаем 17 мы на самом деле все уже считали вот и прибыль будет 17 611 мы можем 3 единицы пакет положить и собрать 21 но тогда прибыль будет 21 минус 9 минус 9 12 прибыли мы можем 4 единицы продавать на 4 единицы нам уже не выгодно потому что видите там мы назначим цену 21 плюс 223 вот а прибыль у нас только уменьшится на прибыль будет 11 вот это прибыль цена сколько вот то же самое делаем для индивида для индивида то же самое делаем для индивида опять тоже цена сколько пакете и прибыль цену можно назначить 8 тогда продадим одну единицу положим пакет и прибыль будет 5 можем положить 2 единицы в пакет и собрать сколько 8 плюс 6 14 и прибыль тогда будет равна 14 минус 6 да 8 вот затем цену можно 3 единицы но уже тоже нам видите невыгодно да уже будет там цена 16 но это не перекроет то есть держать 16 минус 9 будет 7 прибыль да вот она самая большая прибыль когда мы продаем 2 единицы по цене 14 вот и обратите внимание да то что если нам выгодно по разным ценам продавать разные количества в этих наборах значит нам дискриминация такая да когда можно разные цены назначать разные наборы подать она нам была выгодна вот посчитаем прибыль в этом пункте прибыль в пункте В будет равна сколько прибыль с индивида А12 прибыль с индивида В8 20 вот тоже запомнили и двигаемся дальше Г предположим фирма может проводить совершенную ценовую дискриминацию как раз есть дискриминация первого типа когда каждую единицу продавать по своей цене да там каждому индивиду найти ее прибыль сравнить значение ну давайте АВВ Г пункте Г как проводится дискриминация первого типа мы помните про кексики да я вам рассказываю первую единицу мы кому продадим первую кому пойдет первая единица потребителю А потребителю А правильно да он ее купит и тогда давайте будем считать изменение прибыли насколько у нас прибыль прирастет прирастет вот да мы получим с него 12 вот он максимально да заплатит нам вот и на производство мы потратим 3 вот да поэтому прирост прибыли будет 9 положительный прирост нам это нравится да вот вторую кому и прирост сразу говорите плюс 8 потребителю б потребителю б вот и изменение за 8 да мы ее продадим прирост прибыли будет равен 5 плюс 5 да потому что нам еще эту единицу нужно произвести за 3 третью 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 придаем смотрим кому потребителю б опять потребителю б обратите внимание потому что он готов за нее заплатить 6 б за 6 вот и прирост прибыли будет 3 да положительный так дальше четвертую ну видим да то что потребителю а за 5 вот и тогда прирост прибыли будет равен 2 3 все равно положительный прирост 5 индивидуум а опять так то что он готов заплатить 4 а за третью готов за свою третью готов заплатить только 2 ну вот прирост прибыли единицы а шестою нам уже не выгодно продавать то что мы продадим или а либо за 2 вот но прирост прибыли у нас уже будет мы получим до денег меньше чем потратим на производство уже будет минус 1 отрицательный да то есть это уже не нам не подходит вот вот таким образом мы где останавливаемся вот вот наша схема кому за сколько продавать и осталось посчитать прибыль осталось посчитать прибыль кто мне может сразу сказать чему будет равна эта прибыль пункте 20 ну конечно 20 да или вы посчитали или сразу мне сказали потому что это понятно почему ну ладно можно было посчитать тоже мне просто казалось то что это очевидно что прибыль будет такая же то же самое процедура сделали просто конечно конечно да мы то же самое сделали да такая же прибыль 20 но он ведь это там дать посчитаем 9 плюс 5 плюс 3 плюс 2 плюс 1 20 вот и они равны до прибыли пункте г и пункте в 2 потому что мы делаем то же самое да если мы можем назначить но это же вот эти наборы это как тариф правильно мы сдираем весь излишек да и еще с каждого до забираем назначая разные цены на разные наборы продаем и это тоже самое что первый тип дискриминации вот да потому что видите мы там скажет с каждого собрали излишек и в итоге мы на самом деле продали то же самое количество те же самые в итоге вместе те же самые пять единиц вот и говорим то что пункты г и в да и самые крутые да потому что тут можно проводить совершенную дискриминацию вот потом ну неплохой вариант это продавать набором вот этим пакетом хотя бы одним да не назначая разные пакеты и самое плохое вообще нет дискриминировать да то есть прибыль просто монополист который просто там в какой-то цене продает она самая маленькая у нас была вот такие дела такая задачка вот да это на дискретные вот так ну давайте дальше все с этой задачей все можно уточнить как мы вот эту дельту прибыли находили что-то я не поняла ну смотрите вот первую да например вот это видно но первое понятно это же просто как прибыль да рассчитанную прирост прирост прибыли ну хорошо давайте вторую вот вторую единицу одну да вот эту вторую вот мы с нее да получим себе в карман положим восемь но эту вторую единицу нужно еще произвести да и на ее производство потратить три видно да да вот ну и все да значит прирост прибыли да будет восемь минус три пять а все я поняла вот да потом третью третью мы продаем за шесть да но мы ее производим да поэтому прирост прибыли будет три понятно вот такие дела так ну хорошо дальше так следующая задача монополия есть два клиента с функциями спроса номер три так у 1 д 10 минус п а q2 12 минус п а ее издержки задается функция 0.25 q2 ага тут вот видите они такие да то есть придется все таки максимизировать общую прибыль вот пункт а предположим фирма может применять дискриминацию третьего типа найти цену которая будет предложена каждому из клиентов ну третий тип дискриминации стандартный вот записываем общую прибыль нашего монополиста третий тип значит можем назначать разные цены да разным нашим товарищем вот ну как это сделать обратная функция спроса на первое первое да там товарищем 10 минус q1 умножаем на сколько мы ему придадим плюс 12 минус q2 умножаем на q2 и вычитаем издержки 0.25 на q1 плюс q2 квадрат вот это все мы должны максимизировать выбираем сколько продаем первому сколько продаем второму не отрицательное число вот ну здесь тоже видно да условия первого порядка для дискриминации третьего типа предельные выручки для каждого должны быть равны предельными отдержками общим потому что сразу писать мр1 должно быть равно mc мр2 должно быть равно mc должно выполняться одновременно 10 минус 2 q1 должно быть равно сколько там получается 05 на q1 плюс q2 вот и вторая 12 минус 2 q2 то же самое 05 на q1 плюс q2 вот мы видим да то что предельные выручки должны быть знаковы и так раз будет легче считать 10 минус 2 q1 должно быть равно 12 минус 2 q2 да найдем пропорции да в которой будем продавать что получается q2 минус q1 будет равно 2 нет не думаю 2 разделить на 2 вот тогда второму мы придадим сколько первому плюс 1 подставляем это в любое из уравнений наверное это это тоже было понятно да то что ром подадим побольше потому что у него спрос побольше он хочет побольше купить вот вставляем находим 10 минус 2 q1 равно 05 на q1 плюс q1 плюс 1 вот отсюда находим q1 почему будет равно 3 q1 равна 9 с половиной правильно км г будет по вы все и и вы не нравится что вы считаете там сами девять с половиной третью вот тогда второму сколько дадим взять по крайней третьих плюс один это будет 12 половиной третью цены какие назначены цену первому назначен у нас поставить его обратную функцию спроса 10 минус девять с половиной третьих втором назначим цену 12 минус двенадцать половиной третьих тут 6 минус 12 половиной двадцать три с половиной третьих кто хочет побольше то есть кого спрос побольше моему и больше продаем и по более высокой цене так ну это такая такая стандартная процедура до который нужно было проделать еще раз надеть оптимальные эти цены которые будут предложены на каждом из клиентов ну вот нашли да хорошо запомнили далее теперь б фирма пытается увеличить свою прибыль применяя двухчастные тарифы это опять допомнить его тарифы тариф и плата за каждую единицу вот эта плата за вход и плата за каждую единицу найти оптимальные параметры двухчастного тарифа который фирма захочет предложить каждому из клиентов считаю что дискриминация третьего типа по-прежнему происходит то есть каждый клиент получает свой тариф на что мы будем делать соберем с них еще оплату заходит излишек на просто и вот давайте проиллюстрируем ну например там для первого для первого типа не типа для первого клиента вот у него там 10 10 до обратная функция спроса количество которое он купит вот цена вот и предположим мы назначили цену вот там будет его излишек вот это будет тариф на какую-то мы цену мы назначили вот это будет плата за вход вот и какую-то мы цену ему назначили вот второму тоже да у него там побольше вот на тоже мы свою назначим вот здесь тоже нужно будет максимизировать до функцию двух переменных потому что у нас предельно у нас общие издержки точнее у нас предельные издержки они возрастающие не констант да поэтому нас не получится схитрить да и полегче посчитать вот давайте попробуем этим заняться дурацкая задачка считать так запишем прибыль из чего состоит и первым из первого и со второго мы там и вот соберем на вот эти тарифы равные их потребительскому излишку тут хотя бы площадь треугольника да так более-менее еще вот и мы все будем максимизировать через q до паку убрать производным поэтому давайте значит по 1 цена для него будет 10 минус q1 на обратная функция спроса умножаем на 1 ну вот дальше со второго соберем 12 минус q2 это выручки просто да с каждой единицы продукции вот а еще нужно что еще сделать нужно еще прибавить тариф как раз да вот эту их плату за вход плату за вход плата за вход плата за вход с первого потребителя да как это площадь треугольника да который мы же еще не знаем еще не при максимизировали как записать через q1 очень просто это будет 10 минус вот по 1 и чему равно еще раз по 1 равно 10 минус q1 правильно вот здесь у нас тоже q1 а нам надо площадь этого треугольника то есть это будет 10 а давайте cs1 10 минус 10 плюс q1 вот этот отрезок умножаем на q1 делим на 2 то что площадь другой просто будет q1 в квадрате на 2 плюс ну во второго соответственно там то же самое да q2 в квадрате на 2 и вычитаем издержки издержки производства 0 25 на q1 плюс q2 в квадрате и вот это все мы будем максимизировать то есть выбираем сколько подадим первому сколько подадим второму не отрицательное количество вот ну здесь нужно взять частные производные 1 q1 берем 10 минус 2 q1 плюс q1 минус 0 5 на q1 плюс q2 0 0 по q2 честно производная 11 минус 2 q2 плюс q2 минус 0 5 у 1 плюс q2 0 ну это должно выполняться одновременно 0 ну это и тоже решаем но здесь тоже дату можно быстрее делать 10 минус q1 будет равно 12 минус q2 тогда q2 будет равно 2 плюс q1 вот вставляем в любое 10 минус q1 равно 0 5 на q1 плюс q2 на 2 q1 плюс q1 плюс q2 плюс q2 в этом получается 10 минус q1 равно 1 плюс 1 2 q1 равно 9 тогда первому продаем четыре с половиной вторых второго мы продаем 2 плюс q1 да то есть 6 половиной или 13 вторых цены какие назначаются лучше стирать уже цену первым цену первому назначаем значит у него обратную функцию спроса 10 минус 9 вторых одиннадцать вторых второму цену за единицу продукции назначаем 12 минус 13 вторых 24 ну да он тоже один старых это было очевидно конечно это что все равно же на уровне предельных издержек все становится вспомнить когда когда мы эти тарифы применяем частные уставочные тарифы мы еще называли по одной и той же цене на уровне предельных издержек будет продаваться но будут собираться разные излишки естественно там с первого будет собираться сколько там был q1 в квадрате на 2 то есть будет 9 в квадрате на на 8 со второго будет собираться 13 квадрате на 8 вот то есть мы назначаем это как вход в какой-нибудь парк развлечений да ну это не обязательно парк развлечений да вы платите очень много за вход в зависимости от того какой вы тебе в зависимости от того больше хотите да и меньше хотите вот а потом внутри вы платите одинаковые очень маленькие цены да вы сравните с теми ценами которые у нас получились в предыдущем пункте вот вы видите один старых это сколько 5,5 это меньше чем там вот так тут пожалуйста вопрос по этому пункту такого мы не делали с вами да еще ну вот расчетного именно да поэтому пожалуйста спрашивайте я потерял нить вот как мы тариф определили стоимость тарифа так хорошо не тарифа плата за вход у нас это была да плата за вход и почему мы решили что это плата за вход если я выставила задачу прямо об этом не сказано ну это там написано двухчастные тарифы двухчастный тариф состоит из платы за вход плюс цена цена за единицу в продукции мы же в прошлый раз с вами проходили сделал хорошо вот и вот у нас было да то что вот мы какую-то там цену назначили за единицу в продукцию вот столько продадим а сколько вот это будет там п да 1 да там у 1 да здесь у 1 ну короче да все для первого вот и это за единицу в продукции вот это за единицу в продукции насколько мы с него соберем мы с него соберем весь излишек вот она наша будет плата за вход т1 правильно а то есть мы просто обредили площадь треугольника и как бы просто сняли излишки с потребителя конечно да ну так и делают при двоставочных да вспомнили было такое да 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 т1 это равно излишка потребителя да от продажи ну так какие дела так еще это хороший вопрос то есть нормально еще что-нибудь давайте дальше антимонопольная служба предписывает фирме предлагать всем клиентам единый двухчастный тариф найти оптимальные параметры такого тарифа но здесь смотрите давайте вспоминаем какие есть варианты если мы не можем сдирать разные излишки с наших двух покупателей что будем делать какие у нас есть варианты вот это пункт В нет В а почему АВВ так странно да ну ладно будет В вот у нас первый товарищ вот у нас второй товарищ вот вот у первого спроса вот такой у второго спроса побольше да и нам придется назначать единый да единый вот частный тариф ну вот какие есть варианты единую плату за вход ну примерно не плату за вход а уже там за единицу продюсер например такую цену мы назначим П вот какой вот если мы хотим обслуживать их обоих тогда у нас нам придется какой тариф назначать плату за вход нам придется ориентироваться на первого первого да у кого поменьше да потому что если мы назначим которого побольше то он не купит да то есть вот первый вариант да это у нас то есть прибыль будет там типа P умножить на Q большое да там их все вместе да плюс 2 излишка потребителя первого правильно тогда да оба купят вот ну и там минус издержки да это цен вот второй вариант можно можно забить на первого да и содрать излишку со второго вот но тогда если мы только второго обслуживаем мы можем там более намного больше собрать да и нам нужно эти оба варианта рассмотреть да и понять какой какой из них мы с вами будем использовать да то есть посчитать прибыль в двух вариантах да и выяснить где прибыль побольше то что может быть нам не интересно да там думать про каких-то очень бедных лучше мы про только богатых будем обслуживать да что-то такое да второй вариант то что прибыль будет цену только для второго назначим ему продадим q2 да плюс с него соберем его излишек ну и вычтем там издержки то цен вот а q1 будет равно нулю вот эти два варианта нужно рассмотреть так посчитать и сравнить и выбрать так ну что у нас 7 минут там типа есть ну давайте что-нибудь начнем считать можно второй вариант да полегче посчитать второй вариант прибыль двенадцать минус q2 на q2 плюс да его излишек его это q2 в квадрате на 2 площадь треугольника вычитаем издержки издержки там были 0 25 если мы первым ничего не придаем то тогда q2 в квадрате да просто вот это будем максимизировать выбирая сколько подавать второму вот берем производную у меня будет 12 минус 2 q2 плюс q2 минус 05 q2 равно 0 12 разделить на полтора 7 ему тогда придадим 8 по какой цене 12 минус 8 по цене 4 и назначим уплату за вход она как бы единая да но просто ну давайте даже чтобы красиво было да вот она цена вот он тариф то я просто первый по такой по такой высокой цене и вот столько раз не заплатить да поэтому все на единое дано спросит тариф указывать значит тут у нас тариф будет получать сколько так по 2 в квадрате на 2 64 8 квадрате на 2 64 вторых 32 вот один вариант с ним вам получаем прибыль продаем 8 единиц по цене 4 плюс собираем 32 как плату за вход и вычитаем издержки 0 25 умножить на q2 в квадрате на 8 в квадрате на 64 вот это нужно посчитать 4 8 32 тут 64 минус ой минус 4 делится 2 21 да 15 16 а ну вы не заприкалываете это что на 4 все 16 правильный ответ так 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 16 16 48 вот вот такую опцию до запомнили и рассматриваем следующий вариант рассматриваем второй вариант продавать им обоим но собирать как бы излишек только с первым там прибыль будет 10 10 минус q1 на q1 плюс 12 минус q2 на q2 плюс 2 излишка потребителя первого 2 q1 в квадрате на 2 вот две площади да потому что с обоих одинаково берем вот а у нас же там а ну да единая цена там в разном выпуске все нормально вот и почитаем q1 плюс q2 квадрате на 2 мне кажется что я что-то как-то не правильно сейчас написала знаете почему потому что если у нас единая цена то тогда мы должны работать с единым спросом мне интересно так получится или нет здесь мы с единым спросом работаем нет нет здесь неправильно потому что смотрите вообще девушка да потому что вот здесь у нас с вами одна там цена да здесь другая цена да вот если общий спрос сделать вот вот 10 минус 2 q1 мне кажется надо было через единую цены решать 21 минус это очень странная очень странные издержки 025 на 1 плюс куда в квадрате минус 05 q1 плюс q2 дальше это пока 12 12 минус 2 q2 минус 05 посмотрим получится 10 10 равно 12 минус 2 q2 минус 1 10 5 5 1 1 нет это читать что не так неправильно очень-очень мало так 20 19 уходе ночи 19 может быть а не может быть такого там спрос 10 минус у нас же общий общий спрос правильно надо тут общий спрос найти следующий вариант значит еще раз первый у него 10 минус ппп ппп 2 будет по 12 минус к и так но это да не вместе будут покупать 22 если у меня есть мы их обе обоих обслуживаем да то есть 25 минус 2p и сложили сюда выразили обратную функцию спроса 2p равно 22 минус у большая будет равна двадцать вами большое на 2 такой цене будем покупать а тогда вот этот излишек потребителя чтобы использовать можно там сделаем я уже не буду это решать запишем задачу доктор там производные просто взять вот смотрите вот у нас лишь потребителя вот это с 1 до мы должны собрать оба их туда площадь мы назначим им единую цену п когда вот это вот что будет чему равна количество которое он купит вытраны 10 минус п и тут десяточку тогда излишка потребителя 1 это будет 10 минус п квадрате на 2 вот на площадь треугольника выражены через единую цену тогда общий спрос будет равен она все мы тоже считали вот и сейчас запишем задачу через через цену единая прибыль нашего монополиста будет равна смотрите значит но вот это вот количество общее продаем на по цене п единый за 22 2p за п продаем вот такое большое количество по такой единой цене потом дальше мы собираем два излишка потребителя вот и также у нас есть отдержки на производстве вычитаем там было 0 25 у квадрат 0 25 вместо общего выпуска пишем 22 минус 2p квадрате и вот это мы должны помнить я вам говорила что задача максимизации прибыли дает задачи двойственности можно максимизировать по количеству можем максимизировать по цене данного монополиста вот так то что монополист на назначально прайс мейкер назначатель цены на поэтому тут мы убираем в этом единая цена вот отсюда вы найдете цену равновесную подставить ее найдете единый тариф это излишек потребителя от равновесной цены посчитайте прибыль в этом варианте вот прибыль посчитать и сравните с прибылью ситуации когда у нас мы обслужим только богатого да и выберите какой получше вариант вот еще вопрос да такой дополнительный рассчитать величину общественных потерь от монопольной власти в пунктах а б и вы сравните их объясните результат вот тоже там посчитаете насколько по сравнению совершенно конкуренции сколько у нас теряет общество но мы с вами знаем что когда у нас наша товарищ монополисты проводят дискриминацию и плюс еще участные тарифы на он работает как на рынке совершенно конкуренции там вообще не будет потерь общества вот здесь здесь у нас вот в этой ситуации когда нельзя разные участные тарифы назначить это же сами делали ой здесь тоже единая цена там остается потребителю про здесь тоже тоже получится что не будет потерь общества когда третий тип дискриминации то потери общества естественно есть начать цены выше чем при совершенно конкуренции а вот и продается меньше чем при совершенно конкуренции две ситуации нужно сравнить это сделать вот так вот этой задачки пожалуйста я не буду решить математику посчитать уже неинтересно так ну как дела да вроде нормально заодно потом у вас дозе там да по этой теме вот посмотрите да там лимон вот так ну хорошо все тогда значит смотрите сейчас перерыв 10 минут и продолжим с вами уже лекционная часть начнем с базовых концептов теории гадать я тему запишу тема 10 занятия отрубаюсь там во сколько у нас сейчас времени время у нас сейчас 19.38 в 19.48 обратно на связи вот что у нас часть начнем олигополе да а зачем нам перед тем как проходить рынок олигополей да проходить базовый концепт теории игр да потому что олигополе дает ситуацию немного фирм да несколько вот и они конкурируют друг с другом там выбирая выпуск выбирая сцены могут выбирать не могут выбирать их одновременно друг с другом могут выбирать друг за другом вот да и то есть как как каждый из фирм что-то выбирает да то что она контролирует на учитывает то как будут действовать ее конкуренты да то есть она выбирает оптимальную стратегию вот именно поэтому нам нужно с вами пройти базовую концепцию теории игры концепцию равновесия наши вот из чего состоит игра кто-нибудь знает ну вот любая игра что нам нужно обязательно чтобы было участники игры конечно игроки еще правило правило это смотрите что на что у нас всегда в правилах написано что могут делать игроки да и в зависимости от того что делать что делают игроки какие будут выигрыши ну там что что выигрываешь это называется таким да экономическим языком возможные стратегии каждого участника вот и результат выигрыша пример да начнем с стандартного примера самую главную докторе все абсолютно знает отделима заключена сейчас мы будем с вами говорить про одновременно игру что у нас есть у нас делим заключенного есть два игрока первый и второй первый игрок второй игрок далее смотрим по элементам игры возможно и стратегии каждого участника вот у первого участника ну их там поймали да этих преступников вот и устроили мощную ставку не будет стратегия сдаться вот или не сдаваться ну там заложить признаться в преступлении или не признаваться у второго то же самое вот далее записывается матрица игры да в этой табличке в зависимости от стратегий видите да у каждого по две стратегии там сдаться или не сдаваться сдаваться или не сдаваться вот в зависимости от того что они одновременно друг с другом сделают в зависимо друг от друга не знаю да их там посадили в две разные комнаты вот одновременно допрашивают да а если они оба осознаются то их посадят на десять лет каждого да там минус десять будет этого игр штат их минус десять обратите внимание на первом месте записывается стратегия первого игрока вот если никто из них не осознается да если они будут молчать то их отпустят тоже доказательства прямых нету то есть пытается выбить признание вот если один сознается другой не сознается и вот то тот кто тот кто сознается его посадят ну то есть он заложит это второе его посадят на один год а тот который не осознается его посадит на пять лет и наоборот то есть тот кто если первый не не осознается его закладывает 2 это первому дают поменьше там типа тот кто сдается ему дают поменьше минус один на первому кто не осознался дают пять лет тюрьмы вот да вот это все это сроки в тюрьме вот ну и чего здесь как будем решать эту игру давайте посмотрим рассчитывать полезно ну смотрите каждый из них должен придумать что ему делать в зависимости от того что делает его оппонент его соперник они здесь это у нас одновременно игра да не принимает решение одновременно независимо друг от друга вот и что здесь происходит если у нас как рассуждает 1 он просто у себя в голове это рассуждает а он смотрите думает если я мой товарищ да решит сдаст сдастся сдаться как прям короче если он сознается то мне что лучше молчать или сознаваться молчать лучше молчать то что если я буду молчать на 5 видно на выигрыш а если я сдамся то меня посадят на 10 если то что знаешь но я естественно буду молчать правильно вот подчеркиваем на минус 5 лучше чем минус 10 для меня так а если мой товарищ будет молчать то мне что лучше делать уже молчать тоже молчать то что ведь если я буду тоже молчать у меня не посадят вообще выпустят да если вы сдамся то посадить на один год да то есть лучше тоже молчать и дальше если 2 до рассуждает точно также одновременно он думает если 1 будет говорить то мне что лучше делать мне лучше не говорить меня посадят на 5 а не на 10 если я не буду ничего говорить то меня это же если мой соперник до 1 не будет ничего говорит у меня тоже лучше молчать написать минут вот здесь у нас там где два подчеркивания да это их равновесные стратегии вот они равновесные выигрыша мирная сеныша в этой ситуации набор равновесных стратегий не говорить не говорить через запятую записывается оптимальная стратегия что делать первому что делать второму н е равновесие наши наши клуба давайте поясню вот на самом деле то что я сейчас вот эту игру написала да это все-таки не дилемма заключенного не классическое вот но такая игра тоже может быть вот там оказалось то что лучше молчать да их просто выпустят в итоге вот так более-менее понятно да это все вообще проходили поэтому или не проходили еще одну игру разберем просто есть у нас там первая вторая фирма еще пример да вторая фирма есть выигрыш hl там хай-лоу их обычно называют да и у 2 тоже хай-лоу таблички выигрыша 55 несколько хай-хай 15 2 здесь у нас 215 здесь 10 10 вот что здесь у нас происходит это дилемма заключенную случае двух фирм смотрите наращивать производство или не наращивать производство вот если они обе нарастятся ведь хай-хай до сделать высокого здесь на не оба на обе нарастят производства получит прибыль по 5 если одна нарастить производство другая оставит низкое производство да то а так который нарастил и получит 15 то которая оставила да не повысила производство получит 2 вот а если они оба низкое производство оставит то получит прибыль по 10 почему то что если низкое производство значит можно высокую цену назначать и прибыль будет по десятке. Давайте эту игру решим. Как рассуждает первый? Если мой соперник выберет повышать, то есть выберет высокое производство, мне что лучше делать? High или low выбирать? Тоже повышать. Тоже повышать, да? То есть видите, у меня будет прибыль 5, а если low, то будет прибыль 2. Подчеркиваем. Лучше 5. Если вторая фирма решит не наращивать производство, мне что лучше сделать? Тоже не наращивать? Нет, нам лучше нарастить. Да-да-да, смотрите, если я тоже не наращу, то получу 10. Да, прибыль? А если наращу, то получу 15. Видно? Да, поэтому мне лучше нарастить производство. Ой, так, неправильно подчеркну. 15, там мне лучше. Вот. Мне 15 больше нравится, чем 10. Да, это же моя прибыль. Вот. Да, то есть все. Вот она стратегия. На самом деле, видите, да, я буду наращивать производство, чтобы не сделал мой оппонент. Такая стратегия, если я ее играю в любом случае, чтобы не сделал мой соперник, она называется доминирующей стратегией. доминирует над другими. Мы уходим всегда. Второй рассуждает точно так же, да, одновременно с первым. Он думает, если первый будет наращивать производство, да, это вот мы по строчке, если первый наращивает, мне лучше, да, тоже лучше наращивать, да, потому что 5 больше, чем двойка. Подчеркиваю. Вот. Если первый не нарастил производство, мне лучше наращивать, то есть я получу 15 вместо 10. Вот. Ну и все. Видите, да, вот то, что у нас два подчеркивания, вот оно. Это равновесные выигрыши, равновесие НЭШ. Набор оптимальных стратегий. Да, оба будут наращивать производство. А вот это уже классическая дилемма заключенных. Посмотрите, да, а им бы было лучше, да, здесь есть парады улучшения. Им бы было лучше, да, если бы они не наращивали производство, если бы у них было low-low, тогда бы они получили прибыль по 10. Видите, но равновесие НЭШ, это не про то, где лучше, а про то, что получается в равновесии. Обратили внимание? Да, то есть они никогда не придут в 10-10, они никогда не получат 10-10. Потому что они одновременно, независимо друг от друга, решили, что им лучше, что в любом случае, да, они будут наращивать производство. Вот. Да, поэтому равновесие НЭШ – это не всегда самые клевые выигрыши. Просто равновесенная ситуация, как и в жизни. Правильно? Вот. вот такие дела. Так, ну, это записали. Так, давайте. Можно еще одну, еще одну давайте сделаем. Вот. Более реалистичный вариант игры – проблема выбора, что сходить, типа, как провести досуг, проблема выбора уикенда, да, вот сходить на футбол или на балет. Да, тоже назвать battle of sex, это уже известная игра. Вот. Тоже пример. Вот. Есть, короче, она, вот, есть он. Вот. И есть два варианта, да, куда пойти, на футбол или на балет. Вот. Футбол, belly, футбол, belly. Вот. Если они пойдут на футбол, да, но она, конечно, не супер довольна, да, то, что идет на футбол, он очень доволен, и мало того, он очень доволен, что идет с ней, да, поэтому вот она получит единичку, потому что тоже любит с мужем, с любимым там время проводить, или просто с любимым, какая разница, да, в принципе. Вот. Да, она получит единичку, а он из-за того, что они пошли на футбол, получит двойку. Вот. Если они пойдут на балет, да, то наоборот, она будет там более счастлива, получит двойку, а он счастлив в том, что вместе с ней время проводит, получит единицу. Но если они пойдут в разные места, в разные места, если он там пойдет на балет, она на футбол, да, то будет там 0-0, да, не получит выигрыш. И наоборот, да, если она пойдет на балет, он на футбол, они все равно не кайфанут, да, потому что друг без друга вообще жить не могут, потому что по нулям. Ну, там разные вариации, на самом деле, есть, можно изменить эти выигрыши, главное, чтобы смысл тот же самый остался. Можно там поднять выигрыши и сделать, что, когда, наверное, на балет, а он на футбол, там они тоже чуть-чуть получают, да, все-таки им нравятся эти занятия, ну, не важно, вот. Ну, давайте, да, тоже тут порешаем, посмотрим. Будет ли равновесие? Ну, попробуйте сами, вот. Мне сказать, где будет два подчеркивания, какой равновеси нашей, что все я. Оба пойдут на футбол, так понимаю? Возможно. А возможно, на балет. А возможно, на балет, правильно. Вот, да, то есть тут два равновесия, не обязательно оно одно. Правильно? Давайте вместе сделаем, конечно. Вот, смотрим. Она как рассуждает? Если он пойдет на футбол, то, ну, мне тоже лучше идти на футбол, потому что я же с ним хочу. Вот, если он пойдет на балет, то я, естественно, тоже пойду на балет, да, потому что два больше нуля. Вот, он даже так же рассуждает. Если, если она пойдет на футбол, то я, естественно, пойду вместе с ней на футбол. Если она пойдет на балет, то я тоже пойду на балет, потому что у нас любимое время провести. Вот видите, да, две ситуации, когда два подчеркивают, два равновесия наше. Вот. Не вот это. Это равновесие на выигрыше. Да, равновесие наше у нас. Футбол-футбол. Вот. И это один, да, равновесие наше два. Балет-балет. Вот. Да, то есть вот все. На таких классических примерах мы с вами вот сейчас первый раз познакомились, да, с вот этой концепцией равновесия, которая, ну, на самом деле, ну, ладно, наш доказал это в общем виде, но нашел, да, вот это равновесие, да, применил в своей модели Курно еще. Но мы Курно тоже будем проходить. То есть Курно открыл равновесие Нэш еще до того, как Нэш это придумал. Ну, то есть там, типа, сложная схема. Вот. Хотя Курно жил полтора века до Нэши. Вот. Так. Ну, все это давайте убираем. Ой. Так, я что-то создала максимальное количество досок. Как это все удалить? Учистить все рисунки. Вот. Все, записываем. Концепция равновесия по Нэшу. Да, то есть Нэшку выбираем, да, то, что мы уже сами писали. Не пишем. Набор стратегий. Вот. Так, здесь сейчас все так напишу. От С1 со звездой до СН со звездой. Где Н число игроков. Такое, что... Так, здесь тоже буду сейчас писать. Полезность каждого из наших участников игры при выборе его вот этой стратегии со звездочкой, когда все остальные минус ИТ, это все остальные выбрали тоже свои стратегии со звездочкой, больше ли бы равна полезности нашего ИТ-ого игрока, когда он выбрал любую другую свою стратегию не со звездочкой, а все остальные не отклонялись от выбора стратегии, да, остались со стратегией со звездочкой. Да, это верно для любого... для любой стратегии, любого игрока, этого игрока. И записываем иными словами. Все в выигрыше, если никто не желает отклоняться от своей стратегии. Не желает отклоняться от своей стратегии. В таком случае вот этот набор таких стратегий S1 со звездой, там S2 со звездой и так далее, Sn со звездой. Это равновесие нашим. Набор оптимальных стратегий. Еще раз, это набор действий, от которых они не хотят отклоняться. Вот, да, здесь у нас, смотрите, когда вот про уикенд, да, про футбол-балет, где она у нас там была? Вот, про футбол-балет, там было, там были две ситуации, да, когда у нас вот там ситуации, из которых они не хотят отклоняться, не хотят поменять выбор. И чем вообще знаменит Нэш, да, он доказал через теорему неподвижной точки, он доказал, что в любой игре существует, в любой конечной игре, когда они не бесконечно играют, а повторяют игру, а когда заканчивается, да, все-таки игра, в любой бесконечной игре существует равновесие Нэша хотя бы в смешанных стратегиях. Вот, то, что у нас мы сейчас проходили, это все чистые стратегии, но смешанные тебе не нужны, поэтому не проходим. Вот, кому интересно вообще, в принципе, проходить теорию игр, если вы этого еще не делали, то вообще-то третья база, ну, мы считаем, ладно, это четвертый базовый, нет, нет, я считаю, что это вообще второй базовый предмет, который должны проходить все экономисты, вот на первом месте микроэкономика, на втором месте ригер, потом макро, потом эконометрика, все, и тогда ты вот крутой экономист. Ну, вот, ну, а финансы там такое производное. Кому интересно, можете посмотреть на курсерии, курс Дмитрия Дагаева. Давайте я вам подпишу, или не надо подписывать, я просто не знаю, вам интересно вообще или нет. Подпишите, чтобы, да. Вот, Дагаев, такой хороший курс, нашел, моего коллеги. Вот, вообще теория, это супертоп, это суперинтересно, это используется просто везде, от эволюционной биологии, до, это войны, так же, да, типа, что делать, ну, то есть, это вот, что мне делать, да, то есть, я просчитываю свою стратегию, и что мне делать, если я понимаю, как может поступить мой там, оппонент. Это все, это все, вся политика, все, там, все войны, вся, вся биология, ну, то есть, просто, это все теория, поэтому, вообще все должны теория. Вот, ну, хорошо, давайте еще, чуть-чуть подпишем, да, то, что наш доказал, что в любой игре существует равновесие в смешанных стратегиях. Когда мы не точно идем на футбол, а вот смешанная стратегия, пример смешанной стратегии, я иду на футбол, или я иду на балет с одинаковыми вероятностями, то есть, я подбрасываю монетку и такая, ага, куда мне идти, пойду на футбол. Вот это, вот это смешанная стратегия, там, когда я играю чистую, с какой-то вероятностью. Так, наш доказал, что в любой игре существует равновесие в смешанных стратегиях. Что в любой, давайте конечный, да, покрасиво напишем. Вот, такие дела. все, так, с нашим хватит. А, нет, еще надо динамические игры, да, пройти обязательно. Вот, когда, здесь, смотрите, все, вот эти таблички матрицы рисовали, это была, это были игры одновременно, да, когда мы одновременно выбираем, да, что делать. Это все было про одновременные игры. Но есть же ситуация, когда сначала я, сначала я сходил, потом мой соперник сходил. Вот, да, то есть, есть последовательные игры. Давайте тоже разберем. Ну, все это я стираю. Вот, так, пример последовательной игры. Вот, сейчас мы с вами познакомимся, с, через пример мы с вами познакомимся, нарисуем наше первое дерево, да, это называется. Давайте мы предположим, что вот эта вот игра Battle of Sexes, когда они выбирают там, куда пойти, она происходит последовательно. Сначала она решает, куда пойти, а потом он решает, да, посмотрев, что она решила, он потом решает, куда пойти. Вот, давайте вот сделаем такое. Вот, рисуем дерево. Вот, она думает идти на футбол, такие веточки такие рисуем, на футбол, подписываем веточки, это стратегия, ну, еще выбором, выбором, да, или на балет. Вот, она решила, и потом он может оказаться где, или в этом узле, или в этом узле, да, то есть, в зависимости от того, что она решила. То есть, он решает либо здесь, либо здесь. Подти ему на футбол, или на балет, и здесь на футбол, или на балет. Вот, если у него пойдут на футбол, то она получит единицу, он получит двойку. В конце, смотрите, мы рисуем корень игры, она, да, начинает, начало игры, это корень. Мы рисуем веточки, вот, и в конце обязательно должна быть листва. Листва – это выигрыши. Да, вот, в конце, в каждом, везде должны быть выигрыши. Если футбол и балет, то они не совпадают, 0-0. Да, если балет, футбол, то 0-0. Вот, если балет, балет, то 2-1. Вот. А здесь, смотрите, сколько у нее стратегий, вот, это очень важно, сейчас давайте подумайте. Сколько у нее стратегий, сколько вариантов? Две. Две стратегии, абсолютно верно. У нее стратегии, либо футбол, либо балет. Две стратегии. А у него? Четыре. Четыре. А вы проходили, да, Теори, Игорь? Да. Ну, окей. Так, я хотела спросить тех, кто не знает этого. Ну, хорошо. У него, правда, у него 4 стратегии, да, то есть, стратегия, смотрите, как будет выглядеть пример его стратегии. Пример. Я пойду на футбол в любом случае, чтобы она не решила. Это называется, эта стратегия будет футбол-футбол, да, или еще вторая стратегия, Я пойду на балет, если она пойдет на футбол, а если она пойдет на балет, то я пойду на, на балет, да, ой, на футбол. То есть, такие 4 варианта, да, то есть, что ему делать, в любой ситуации, что бы она не сделала, вот. Да, то есть, у него футбол-футбол, футбол-балет, балет-футбол, балет-балет. то есть четыре стратегии парня 4 и давайте можно с такими стратегиями переписать нашу табличку найти равновесие наше у нее она это место сейчас не хватит сделать это тоже затрон записываем стратегии футбол или балет а у него футбол 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 балет балет футбол балет балет где записываться выигрыши так если вас ученик на футбол это будет 12 да если футбол балет балет тупо 0 если балет на футбол идет то нуля дальше нули когда у них не совпадают когда идут на балет 21 него от футбол футбол балет футбол значит она пойдет на футбол а он пойдет на балет значит тоже по нулям я как я как-то определяется трите она решила пойти на футбол вот двигаюсь по веточке а он смотрим какая у нее стратегия вот это да я пойду на футбол если она пойдет на футбол я пойду на балет если она пойдет на балет а то есть он в этой веточке если он здесь в этом узле оказался он пойдет на футбол да то есть выигрыш его на 12 я записываю табличку вот так дальше если она идет на балет а он тоже идет на балет тут тут будет 21 если она пойдет на балет а он пойдет на футбол то будет по миллион родников то получилось и здесь мы тоже можем подчеркивать и определить сколько у нас равновесие наши кто уже там может проходил тюригр или уже врубился как подчеркивать вы скажите мне сколько у нас равновесие наши здесь 4 4 до вас получилось у меня получилось три например давайте посмотрим если он это первую стратегию то она будет пойдет на футбол здесь она пойдет на балет здесь есть все равно куда идти если все равно то подчеркиваем оба варианта вот тут пойдет на балет дальше все принес все выяснили про него мечта он рассуждать если нападет на футбол то мне все равно вот эта стратегия или вот эта страдает уж двойки то одинаковым а тут если нападет на палетами тоже страна эту или от стратегии сколько вот обводим 1 2 3 3 равновесие наши получилось записываем 1 футбол 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 2 балет 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 так ну что у меня скажете какие какие из них какие-то не очень подозрительные есть какие-то из этих равновесие смотрите по дереву по дереву 2 равновесие 2 подозрительное да почему подозрительное проверим второе наоборот самое классное направленное сильное равновесие я правильно понимаю что вот 2 равновесие если она идет на балет так она идет на балет пойдет на футбол есть ну да если он если она идет на балет он идет на футбол верно 2 равновесие да она пойдет на балет смотрю она пойдет на балет а он пойдет нет он пойдет на балет потому что вот на это на втором месте не устоять что он сделает в этом вот смотрите да здесь какие подозрительными вот будто и пи пи 1 например она она собралась на футбол вот но он пойдет на футбол но она это понимает и знает что если если бы она пошла на балет да то он бы пошел все равно на футбол вот но она знает да что если я пойду на балет то он не пойдет на футбол понимаете да он выберет балет ему не выгодно ему вот это какая у него неправдоподобная угроза получается типа вот вот это да что что вот это угроза нам говорит если ты пойдешь на балет я пойду на футбол она ему не верит потому что если она пойдет на балет она знает что он пойдет с ней на балет видно потому что у него тут 0 типа тут единица видно вот да поэтому вот это вот это не продукт подробно нереалистичная угроза это типа блеф да 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 вот которые раскусили вот ну то есть вот это слабая равновесие равновесие наше но она слабое вот а и третьем смотрите если она пойдет третье смотрим если она пойдет на балет он пойдет на балет тут неплохо да но он говорит он говорит то что если ты пойдешь на футбол то я пойду на балет тоже как нереалистично она ему не верит потому что она знает что если она пойдет на футбол то он пойдет на футбол правильно вот да поэтому тут у него вот это да нереалистичное вот эти вот штуки да давайте подпишем то что нереалистичный или неправдоподобные угрозы термины правильнее правдоподобные угрозы поэтому этот просто обычный равновесие наша а для последовательных игр существует равновесие существует равновесие как она называется равновесие совершенно в подыграх до его мы найдем ну вот она и мы видим да то что это вот второе она будет единственным равновесие совершенно в подыграх и что такое подыгра здесь а подыграя это кусочек игры начиная с какого-то узла где принимается решение и до конца до листвы до выигрышей вот здесь сколько подыгр вот в такой игре маленьких игр сколько вот в такой игре 4 3 да вот вот раз от узла до листвы 1 маленькая игра 2 маленькая игра и вся игра это тоже подыгра то есть 33 подыгры вот и равновесие наши совершенно подыграх и надо это даже должно быть все верно да в каждой из маленьких игр давайте найдем значит рассматриваем вот эту подыгру смотрим значит здесь он принимает решение он принимает решение он что выберет на футбол и на балет его выигрыши он ходит вторым его выигрыши на втором месте стоит футбол 2 больше нуля подчеркиваем выделяем веточку который он пойдет следующую подыгру рассматриваем вот эту маленькую да ведь от узла где принимает решение до листвы здесь он куда пойдет он выберет балет или футбол балет на балета пусть идем он тут единичка получит там нолик до выделяем веточку далее идем на шаг назад используя метод обратной индукции все последовательные игры решаются методом обратной индукции идем на шаг назад и рассматриваем что она будет делать то есть рассматриваем всю игру вот она смотрите как она рассуждает она понимает она все просчитала что он будет делать после нее вот и она выбирает и если она пойдет на футбол она знает что он пойдет на футбол да и она получит выигрыш 1 если она пойдет на балет она знает что он пойдет на балет и она получит выигрыш 2 естественно набирать балета тоже 2 больше чем единицы вот и получается у нас единственная равновесие совершенное в подыграх когда все в каждой под игре все приняли оптимальное решение вот на вот это равновесие это равновесие но еще и совершенное в подыграх она будет называться spne subgame perfect сейчас мы запишем определение спн я сейчас все затру вот и давайте можно равновесие наш совершенно подыграх это равновесие наш это в котором нет не вот этих неправдоподобных угроз давайте напишем навесие наше по нашим выберем скрещается гейм перфектно шкалипром испанья сапгейм подыгран здесь определение заложено в названии должно быть совершенно подыграть то есть должно быть должно быть равна если каждый из подыгр в этой игре то есть в нашем случае в проблеме уикенда стратегия вот она пойдет на балет а он смотрите так как его стратегия читается я пойду на футбол если она пойдет на футбол из я пойду на балет если она пойдет на балет это вот как раз ну все хватит пожалуйста по введению в теории игры вопросы вы можете еще какая-то такая классная книжка есть называется теория игр в картинках вообще легко а теория игр в комиксах вот можете тоже найти вот она просто супер да там очень легко читается и она нормальная да то есть учебник но очень занимательный вот да то что это напишу вот поищите вот а мы возвращаемся к нашим баранам да мы должны с вами перейти обратно к фирмам которые стратегически взаимодействуют друг с другом вот какие мы будем с вами рассматривать ситуации одновременное действие когда нашего фирма выбирают одновременно и независимо друг от друга сколько они будут поставлять на рынок то есть одновременно выбирают выпуск вторая ситуация будем рассматривать когда сначала там одна поставляет потом другая поставляет до то Complex Street история последовательно поставляют выпуск на рынок и вот затем будем говорить про О, одновременный выбор цен, назначение цен, потом про последовательный выбор цен. Вот. Да, все. Удаляем. И начнем. У нас с вами. Конференция выпусков для… Начнем с конференции выпусков для однородной продукции. Тема. Когда одно и то же продукты, там нефть, не знаю, что такое. Когда продукт-то не дифференцированный. Он гомогенный. Однородной продукции. Вот. На самом деле, обратите внимание, то есть я тут смотрела всякие там олимпиады, вот, да, там, чтобы в вышку поступать. Курно. Вот какая-нибудь такая олигополия есть всегда. Да, поэтому это очень важная тема для вас сейчас. Первый случай рассматриваем. Случай одновременной игры. Когда одновременно, независимо друг от друга, выбирают, сколько будет поставлять на рынок. Это и есть как раз модель Курно. Какие предпосылки этой модели. Одновременно выбираем. Однородный товар. Конкуренция по количеству. Да, то есть мы выбираем, сколько мы будем поставлять. И, да, что важно, вход в отрасль закрыт. А то это и олигополия, а не совершенная конкуренция. Вход в отрасль закрыт. Мы с вами ведем еще дополнительные предпосылки, чтобы легко решить эту модель. Зачем нам ее в общем виде? В дополнительных предпосылках у нас одинаковая технология, да, обладающая постоянной отдачей от масштаба. Таким образом, у нас общие издержки будут просто возрастающими функциями, а предельные издержки будут постоянными равными среднему издержку. Давайте подпишемся. У всех фирм одинаковая технология, обладающая постоянной отдачей от масштаба. Так что С и Т будет равно С просто умножить на Ку Т. Ну, это стандартно. Там следующее, значит, что мы не дописали. Обратная функция спроса на продукцию отрасли будет просто константа А минус Ку, где общий выпуск отрасли, и А должно больше С. Ну, понятно, почему, да, чтобы вообще что-то вставляли на рынок. Вот, и третий посылка. Это была первая, да, давайте, буллет, да, второй буллет, третий буллет. Третий буллет. Число фирм должно быть не меньше двух, да, чтобы была какая-то конкуренция. Потому что это не монополия. Вот, какие дела. И все, и начинаем решать. Значит, что значит, какая будет в итоге, вот если, почитайте, пожалуйста, да, вот случай одновременной игры в модели Курна. Что я должна записать в ответ, да, когда мы решим эту модель? Что пойдет в ответ? Нам нужно найти равновесие в этой модели. Равновесие Нэши, да. В Нэши Нэши, набор оптимальных стратегий. Здесь у нас какие будут стратегии у наших фирм? Игроки – это фирмы. Стратегия, что они выбирают? Объем производства. Абсолютно верно. То есть я должна написать, да, выпуск каждой фирмы в равновесии. Давайте будем решать. Смотрим, как они принимают решение. Они принимают решение одновременно и независимо друг от друга. Да, то есть каждая фирма, давайте рассмотрим фирму ИТУ, максимизирует свою прибыль, да, принимая выпуски, принимая решения своих конкурентов, как задано, да, то есть она не может повлиять на выпуск другой фирмы, да, для нее это константа. Запишем это. Так, здесь все это все удаляем. Фирма И. Будем максимизировать, выбирая выпуск, ее неотрицательный. Прибыль. Ну, у нас несовершенная конкуренция, поэтому здесь, естественно, обратная функция спроса. Но как она выглядит? Да, то есть здесь у нас, смотрите, там было А минус, сколько это будет? А минус. Мой выпуск, сколько я, да, буду поставлять на рынок, плюс выпуск всех остальных минус ИТ. Мы с вами записывали, да, что это такое? Минус ИТ, минус. Вот это я, типа, заметка, да, а минус ИТ. Все остальные, все кроме меня. Так просто сокращают. Вот. Так. Умножить на КУ ИТ. Минус С на КУ ИТ. Реально? Вот мои издержки. Ну, все. Значит, тут что самое важное, да, поскольку мы одновременно друг с другом, да, выбираем свою стратегию, да, оптимально, свой выпуск, да, сколько будем поставлять. Сколько мы делаем одновременно, значит, выпуски моих конкурентов для меня константы. Реально? Ну, все. Значит, нам нужно взять производную просто, да, по прибыль нашу фирмы. Берем производную по ее выпуску, потому что это единственная перемена, которая она контролирует. Все остальное для нее, а для нее константа. будет равно А минус 2 КУ ИТ, так, минус КУ минус ИТ, минус С равно нулю. Смотрите, вот это можно подписать как минус КУ ИТ, минус КУ. Реально? Посмотрите, то же самое написала. Реально? Потому что мой выпуск плюс выпуск всех остальных, кроме меня, это общий выпуск. Вот. Да, и что тогда получается? Это все, вот это выражение, да, оно верно для каждой фирмы. Это верно для любой фирмы от единицы до N. Вот, почему это для меня сейчас важно, да, потому что, ну, и почему мы можем так сказать, потому что, вы видите, у нас там одинаковые, в предпосылках была одинаковая технология, то есть у них у всех одинаковые издержки, да, поэтому мы считаем, что фирмы идентичны. Да, вот это верно, то есть для всех фирм. То есть это выражение, мы что сделаем, мы его домножим на N. Вот, а если все фирмы одинаковые, значит, и в выпуске у них равновесие будет одинаковое. Реально? Вот, что получается. Так, сейчас я это буду уже стирать. Давайте все сверху затру. Так. Так, если умножим на N, что будет? N на A минус C. Дальше, смотрите. Минус выпуск этой фирмы умножить на N. Как это написать? Это общий выпуск. Правильно? Минус N. Реально на нулю. Отсюда выразим общий выпуск. Он будет равен, да, просто выражаем. А минус C на N разделить на N плюс 1 больше нуля. Вот, тогда выпуск этой фирмы. Ну, просто можно, да, там разделить на количество фирм. То есть, A минус C. Просто на N плюс 1. Вот. И цену равновесную. На рынке. Как найти? Это сколько всего в отрасли производится? Это сколько каждая фирма производится? Кстати, вот это для любого и от единицы до N. Вот это. Это равновесие на N. Набор оптимальных стратегий. Вот столько выпускаете. Столько поставлять на рынок. Но нам же не супер важно. Ну, то есть, это не наша главная цель выяснить, какое равновесие на N. Это, естественно, важно. Но нас больше интересует, сколько всего будет в отрасли. Да, какой цене поддаваться. И вообще, как-то все друг с другом связано. Да, это мы знаем, что это A минус Q. Вот, это будет тогда, вот, читаем, да. A минус A минус C N на N плюс 1. Вот, это равно A плюс C N на N плюс 1. Вот, что интересно здесь. Ну, мы видим то, что это у нас, естественно, выше, чем издержки. Вот, так же мы можем посчитать. Давайте здесь посмотрим. При, значит, при N стремящемся к бесконечности выпуск, к чему стремиться? При N? Да. При N стремящемся к бесконечности выпуск сокращается. Как это сокращается? Ну, что, чем больше фирм, тем больше продают. Так, вы предела не знаете, что ли? Предел при N стремящемся к бесконечности такого выражения. Ну, я не сталкивался. Так, ладно. Ну, подождите, а у вас что, мат анализа не было? А, нет, подождите, вы же даже сейчас у вас математика или экономистов. Ну, ладно. Ну, я разберу по этому. Вот, значит, когда N стремится к бесконечности, по-старшему, да, смотрим. По, значит, старшему на степень N, да, только остается сверху A-C, снизу 1. То есть, минус A-C. Вот. А A-C, это что такое? С, это, ну, сейчас посмотрим. Так, а здесь у нас тоже цена, к чему стремится, если при N стремящемся к бесконечности. Цена, тоже по-старшему смотрим, старшую степень единица, да, то есть N, сверху C, снизу единица. Вот это очень важный вывод. Чем больше фирм, тем ниже цена, да, тем ближе она к предельным издержкам. Цена равна предельным издержкам, в какой ситуации? Ситуация совершенно конкуренции. А, если, и смотрите, тогда цена будет стремиться к предельным издержкам, вот, а выпуск тогда будет стремиться к совершенно конкурентному выпуску. Это просто прямая функция спроса, у него ce подставили, это совершенно конкурентный выпуск. То есть, чем больше фирм, тем ближе ситуация к совершенно конкуренции. Чем меньше фирм, если фирм будет одна, то это будет у нас чему-то равно? А минус С на 2. А цена будет А плюс С на 2. Это монополия. Смотрите, вот эта модель Курно, она шикарнейшая, потому что через нее можно объяснять все рынки сразу. От совершенно конкуренции, там олигополия и до монополия. Вот такие дела. Вот, прибыль тоже можно тут все подставить, прибыль посчитать. Прибыль у нас ИТ фирмы. Ну, я сейчас ответ напишу. Там это будет А минус С в квадрате на Н плюс 1 в квадрате. Вот, больше 0. И обратите внимание, когда количество фирм стремится к бесконечности, к чему стремится прибыль? У нас в знаменателе очень… Мы делим на бесконечность. К чему прибыль стремится? К нулю. К нулю. К нулю. К нулю. Что такое? Любое число делим на бесконечность 0, да? На что-то очень большое. Потому что это ситуация совершенно конкуренции. Помните, у нас совершенно конкуренция прибыль 0 в долгосрочном периоде. Вот, да, то есть делаем вывод, что модель Курно стремится к совершенно конкуренции при количестве фирм, стремящемся к бесконечности. При количестве фирм, стремящемся к единице, да, у нас с вами модель Курно стремится к монополии. Вот, да, это вот я сейчас вам с вами сказала. Я сказала, вы можете это написать. Сейчас не буду писать. Вот, да. Чаще всего, да, ситуация, да, находится где-то между, да, монополией совершенно конкуренции, ну, естественно, да, поэтому вот такая прикольная клевая модель. Вот. Так, есть время, ну да, нет, 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 нет. Тух, 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 тух. Ладно, давайте разберем. Сейчас это все отдалю. Хорошо. Хорошо. Когда у нас модель Дуополия? Когда две фирмы? вот когда у нас две фирмы это получается условия первопорядка было а минус 2 и т минус ку житая пусть будет а равно c отсюда что мы выразим отсюда у нас вырезаться функция реакция называется best response этой фирмы на действие своего конкурента то есть как мне оптимально себя вести в зависимости от того что делает мой конкурент помните когда мы делали эти подчеркивания мы делали то же самое мы искали best response функция наилучшего ответа выразим вот такую это я выразим чтобы чем будет равно а минус хуже т на 2 цепь куда-то у меня делась минус задача это верно если выпуск моего конкурента да то есть я я должна выпускать выпускать что-то больше либо равна нуля правильно это все должно больше когда это больше равна 0 когда выпускного конкурента там просто решая да тут не раз меньше или равен чем а минус c вот и я не буду ничего производить если выпуск моего конкурента больше чем а минус c обратите внимание сейчас то что показываю да это спрашиваю вообще всегда везде на всех вступительных на всех олимпиадах и так далее да и вот представление что этот best response функцию реакции функционального ответа это кусочная заданная функция обычно очень любят писать только первую часть на прострой забывают но это неверно вот так ну давайте нарисуем до графически сделаем тут у нас будет выпуск вы фирмы тут выпуск второй фирмы вот да и вот эти надо функции реакции нарисовать чтобы они оптимально среагировали друг на друга смотрим да для первой фирмы выпуск первой фирмы будет равен если выпуск второй фирмы равен 0 то это будет а минус цена вот наклонная но это еще не все и мой best response и я не буду ничего ничего выпускать на рынке если выпускного конкурентов больше чем а минус цена то есть продолжение идет туда подписываем что-то best response функция реакция первой фирмы у второй фирмы симметрично это будет а минус цена 2 на 2 2 а минус цена вот она и смотрите да там где пересекать функции реакции да это единственная ситуация когда они отклониться от своей стратегии когда они оптимально среагировали друг на друга да то есть вот она там навеси нашу на диску один со звездочкой вот q2 со звездой и говорят что интернессия курнона и сюда тоже курна его первым придумал вот так по определению по определению уровня сеныша это набор это стратегии оптимальной стратегии первого там в данном случае двух фирм такие что первая фирма сходила так что это оптимально это оптимальный ответ best response на действия второй фирмы и в то же самое время то же самое время выпуск второй фирмы это наилучший ответ на действие 1 фирмы так почему я себя вижу видите у меня еще в одном экране нет нормально так он один со звездой вот вот так да то есть это должно быть одновременно фигурная скобочка вот ну и дальше начинается можете это дорешать но и на самом деле там для н равном у нас все ответы то есть да просто последствия на равное 2 мы получите сколько там каждая фирма выпускает какая цена в итоге на рынке образуется когда он так то в общем видимо все решено и дальше там возникает вопрос а что самое самое я ли это классная прибыль которая может быть могут ли они сговориться да и сделать прибыль себя побольше когда выгодно сговаривать всякие дают размекать пример да там сразу возникает там по наши картели опек да они что сговариваются в свои картели только польза сговором вот они сговариваются да и поэтому держит держит высокие цены и больше блага получают вот на то есть это все 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 про жизнь в общем мне просто выгонят уже в девять закрывается прям вовремя закончим на следующий раз на самом деле ваш там хоть домашка есть правда пытался сегодня ну в общем еще раз да у вас там есть вот ваш вот это контрольное домашнее задание я вам настоятельно рекомендую конечно его там обсуждать решение друг с другом да то есть но не гуглить типа а вот именно сесть в зуме да в каком-нибудь и вот сидеть вместе решать вот да тогда пока вы обсуждаете повышать вместе дает стол да то есть легче конечно не простая домашка очень по обсуждаете что еще что еще в следующий раз у нас с вами мы продолжаем да мы запишем всю лекцию да по всем остальным олигополем вот эту следующий раз я надеюсь надеюсь что все я обратно вернусь домой у меня будет доска просто шоковое состояние от этого стилуса с айпадом я прошу прощения вот но вроде ничего да то сойдет сегодня что и что еще ну да да с вами да запишем все про все олигополия и решим задачки на олигополия и еще раз да олигополия сам мне кажется самая часто встречающаяся тема на всех на всех олимпиадах и вступительных вот иметь это ввиду вот такие дела так пожалуйста вопросы ребят ну вот по последней теме есть вопросы но мне кажется это затянется если остановить задавать я попытаюсь сам разобраться пока да вы запишите себе пока не забыли ваши вопросы вот и обсудим давайте вчера я так как вспоминать да и ваше время будет в начале занятия очень к месту вот сейчас прям себе запишите вот и сейчас запишите потому что потом забудете ладно да да спасибо так организационные вопросы ко мне вот что-нибудь по-быстрому нет нормально вот ладно в ютубе ваши ролики они только по прямой ссылке почему-то отражаются а когда заходишь на ваш канал на вашем канале эти видео не отображаются почему естественно конечно а то есть они умышленно то что доступ только по ссылке а все это же не открытом доступе все эти видео это же типа интеллектуальная собственность непонятно ну ладно все давайте на связи что там пишите в чатик до следующего вторника до свидания спасибо до свидания спасибо